Приветствую вас, если отвечать вам на ваш вопрос просто, ну просто ответить на ваш вопрос, да, то я бы сказал так, я бы сказал так, что работать нужно с созависимостью, с любовной зависимостью, может быть, вы можете почитать об этом в интернете, вся информация как бы есть, вот, ну в интернете есть вся информация об этом, вот, и, соответственно, прочитав про нее, про эту информацию, вы сможете, собственно говоря, ну для себя, да, понятие определить, что же вам все-таки нужно, да, и в чем, в чем заключается, заключается ваша основная проблема, вот. Ну, созависимость, это такая история, когда человек болезненно нуждается в другом человеке, условно говоря. Зависимость, это когда наши собственные желания, которые есть у нас, наши собственные попередности, которые есть у нас, реализуются исключительно через, ну, через других людей, через, ну, партнеров, как это вот достаточно часто бывает. То есть мы хотим, чтобы нас вот, чтобы нас были люди, которые могли бы, ну, дать нам то, что нам необходимо, дать нам то, в чем мы нуждаемся. Вот. Созависимость произойдет из, любовная зависимость произойдет из, во-первых, идеализации человека. Ну, просто идеализация происходит, да, то есть наделение человека этими качествами, которые мы сами хотим у себя видеть. Идеализация, надо сказать, да, это не из ничего берется. Закон сохранения по материи, да, он справедлив. И для этого момента, что исполняет себе. Вот. Идеализация связана с тем, что человек боится, боится, к примеру, к примеру, остаться один, то есть страх, что никогда не встретит такого больше. Зависимость происходит от того, что человек не уверен в себе, что он не реализован. У него есть непринятие себя, то бишь страх одиночества такой. И в вашем случае, в вашем случае при том, что вы описываете, есть еще проблема, на мой взгляд, на мой взгляд того, что ваш мужчина, да, он написал еще раз на... сколько? Ну, на много, вы написали еще на много. Это, конечно, опять же, показывает, насколько ваш, ну, насколько вот вы... не болезненно, прямо. Да, это прям болезненно. Это показывает, например, что у вас недоверсенные отношения с отцом. Они болезненные, да, эти отношения с отцом. Вот это показывает, что есть, ну, есть проблемы, были проблемы в отношении с папой, возможно, у вас. Потому что партнер, эм... такой, относительно старший, это всегда потребность за диддлские фигуры. И эта потребность проецируется на, вот, чтобы меня... человек. Ну, на партнер, с которым... с которым мы взаимодействуем. Дальше идем. Дальше идем. Так, эээ, вы пишите, у меня личная проблема, у вас не личная проблема, Ольга. То есть, в том смысле, что проблема-то личная, но вы, эээ, знаете, как, эээ, связываете личность здесь? Эээ... с, ээ... ну... с другим человеком. Это... не так, не так... работа. Ведь нельзя, нельзя связывать... личность... вашу. ваших, например, например, с другими людьми, ваша проблема лично, да, но вы ее как лично не осознаете, а личная проблема, личная, именно личная проблема, это проблема, например, саморазвития, это проблема реализации, это проблема удовлетворения собственных потребностей, проблема лично саморазвития. Дальше вы пишете, расстаюсь с любимым, из-за чего? Люблю его, что по вашему любовь? Думаю о нем всегда. А если вы думаете, что любовь есть, как бы, ну, думаете о, значит, ну, о человеке, да, если вы так вот, если вы думаете, что любовь есть, думание о человеке, мысли о нем, что я вас, наверное, как бы, я вас огорчу и скажу, что думание о человеке не может быть проявлением любви. То есть о человеке, условно говоря, да, о человеке, ну, не нужно думать постоянно, чтобы, к примеру, его любить, вот, в этом необходимости-то нет, как раз, но, то, что вы думаете о нем, говорит о, еще раз повторюсь, говорит о, именно о ваших желаниях, вот, понимаете, какая история, вот. И это очень важный момент, на самом деле. То есть вот, проанализировав на самом деле ваши мысли, разобрав их, отследив их, можно с уверенностью сказать, что вы хотите, можно с уверенностью определить ваши желания, можно с уверенностью определить то, что вам нужно, вот. То есть достаточно просто проанализировать ваши мысли, достаточно просто проанализировать ваши потребности. И все. Вот, в принципе, то, что можно рассказать. Дальше. Так. Он не хочет общаться. Почему? Он намного старше меня. К чему вы это говорите? Что для вас это значит? Я понимаю, головой все же, наверное, к лучшему внутри. Сейчас сердце болит. Из-за чего? Когда видишь, начинает трясти изнутри. Из-за чего вы хотите? Как вы бороться туда? Понимаете, я вам, наверное, скажу, такую странную вещь. Немного. Вот. Но, именно то, что вы пытаетесь себя побороть, и определяет проблему, по сути. Потому что, если бы вы не пытались бы себя побороть, если бы вы не побаривали бы себя, если бы вы, значит, наоборот, раскрывали бы свои желания. Вот. Если бы вы раскрывали свои потребности. Если бы вы стремились не побаживать свои желания, а раскрывать их. Брать ответственность за них. То, было бы гораздо лучше. Вам. Вот. И давайте подумаем, почему вы стремитесь побороться? Как часто вы себя побороться? Ну, пытаетесь побороться, для чего вы это делаете? Откуда вы научились, у кого вы научились? Побороться. Побороться. Себя. Почему вы считаете, что это хорошая идея? Это хорошее средство, как бы, для решения проблемы. Дальше. Так. Как побороться, я не могу его забыть. Вам не нужно его забывать. Вам нужно увидеть на фоне этого, на фоне этой боли, что пытается подсказать вам ваше подсознание и на какие ошибки, оно старается обратить, обратить ваше внимание. Рисовать добыть, значит, по сути, подавить подсознание и продолжать делать все же ошибки. Вот. Это не развиваться. По сути. Вот. Дальше. Так. Я в таких мучениях живу уже 9 месяцев и не знаю, что делать. Ну, опять же, что будет что, да? То есть, если вы хотите гармонизировать отношения с мучением, это одно. Да? То есть, если вы хотите его вернуть, это другое. Если вы хотите в себе разобраться, это третье. Мучение, мучение в этом смысле для вас имеет вторичную выгоду какую-то. Вот. Зачем вы мучаетесь? Для чего вы мучаетесь? Ведь вы еще можете, например, дальше двигаться по жизни. Вы можете дальше двигаться, но не двигаетесь. Почему? Тут есть ваш выбор, который вы пусть не сознательно, но делает. Вот. Ну, а то, что вы не знаете, что делать, это, по сути, дел. Повиция жертвы. Который вы сейчас находитесь. То есть, это, ну, повиция такой, знаете, практически в полной безответственности по отношению к себе. Вот, в принципе, а… Вот, в принципе… Эм… Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.